Народы и бизнес-сообщества ЕС должны ощущать конкретную пользу от интеграции, заявил Алихан Смаилов в Армении на внеочередном заседании Евразийского межправсовета. Он напомнил, что приближается десятилетие с момента учреждения ЕС. Какие еще важные заявления прозвучали и можно ли соблюсти баланс между независимым развитием и общим экономическим рынком, расскажет наш корреспондент. Несмотря на общее советское прошлое, казалось бы, собственные пути и независимость, которую выбрали наши государства, взаимный товарооборот и обмен опытом никуда не денутся. Как и стремление соблюсти баланс между собственным развитием и общим экономическим рынком. Невзирая на сложную международную ситуацию, подчеркнул армянский премьер, встретивший коллег на своей территории, все должно развиваться и при этом, несмотря на трудности, взаимный товарооборот растет. Но есть нюансы, по которым мнения государств ЕС различаются, сказал Пашинян. Конечно же, есть много нюансов по поводу дальнейшего развития Евразийского экономического союза. Очень принципиальную важность имеет создание реального общего газового рынка, энергетического рынка. И очень важна еще и координация кредитно-финансовой политики наших правительств. И мы очень тесно работаем по этому поводу тоже. В общем, наша главная цель – развивать экономики наших стран и поднять уровень благосостояния наших граждан. Казахстан предметно заинтересован в дальнейшем развитии экономической интеграции, заявил Смаилов. Крайне важно, чтобы конкретную пользу от такой интеграции ощущали все наши граждане и бизнес. Именно по этой причине президент Республики Казахстан Касанжимар Кемилович Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в мае текущего года говорил о необходимости проведения комплексного анализа права ЕС. Он будет отражать основные итоги достижения Союза, а также конкретные рекомендации по дальнейшему интеграционному развитию. В реализацию поручения президента Казахстана комиссия уже начала подготовку доклада. Но будем объективны, продолжил наш премьер. У нас есть проблемные вопросы и не все так работает, как мы планировали, а ЕС проходит стадию взросления. Считаем необходимым не увлекаться втягиванием в интеграцию новых сфер. Считаем, что именно доклад комиссии позволит нам определить текущее положение дел в Союзе, провести соответствующую работу над ошибками и наметить контуры развития экономической интеграции на ближайшую перспективу. Такой подход позволит укрепить формируемый фундамент для экономического развития наших стран на основе взаимного уважения и суверенном равенстве наших государств. С момента образования Евразес сформировался пул профессионалов, евразийцев, которым необходимо дать равную возможность работать в Евразийской экономической комиссии, принося пользу нашим странам. Ну и нам, конечно, необходимо сохранить экономическую стабильность, поддержал его киргизский коллега. Нужно еще повысить социальное и экономическое развитие Союза, уверен Жапаров. Разумеется, это можем достигнуть путем реализации совместных кооперационных проектов в целях достижения технологического суверенитета, наращивания инвестиционного сотрудничества, направленного на стимулирование локализации наукоемких производств и промышленных мощностей, а также трансфера технологий. Это позволит эффективно использовать ресурсы внутри Союза и выровнять экономику государств-членов при дальнейшей интеграции экономических процессов. Российский премьер, передав привет от Путина, напомнил, что за время существования Евразийского Союза торговля выросла на 90%, неплохие показатели и позитивная динамика, отметил Мишустин. А еще ЕАЭС занимает третье место в мире по производству пшеницы, картофеля и в целом выпуск сельхозпродукции значительно вырос. Евразийский экономический союз должен стать самодостаточным макрорегионом и в то же время привлекательным, открытым для других партнеров. В приоритете продолжение формирования общих рынков товаров, услуг, финансов и инвестиций. Также рабочие силы для улучшения качества жизни и для повышения благосостояния наших граждан предпринимательской активности. Нужно создать единое пространство гарантированной обеспеченности ключевыми товарами и ключевыми ресурсами. Но в первую очередь речь идет о продовольственной и энергетической безопасности. А в основе евразийского проекта должен быть экономический прагматизм, уверен Смаилов. И совместными усилиями мы выведем Евразийский союз на более высокую траекторию качественного развития, подытожил наш премьер. Гульнару Марова, Ахмедиар Ильясов, ТДК-42. Учебный год завершится 25 мая. В Казахстане вернулись к 34-недельной продолжительности учебного года в школах. Об этом сообщила вице-премьер-министр Тамара Дуйсенова на Республиканском августовском совещании работников образования. В этом году традиционные конференции в регионах проходят в новом формате. К примеру, в Актюбинской области педагоги обсуждают вопросы развития потенциала сельских школ. Лейла Уесова продолжит тему. Шесть лучших школ региона получили сертификаты на сумму от 7 до 15 миллионов тенге. Среди победителей ежегодного конкурса «Педколлектив» 21-й специализированной школы-гимназии имени Альфа-Раби. У нас высокие показатели успеваемости. Среди наших учащихся есть призеры Олимпиад и обладатели знака Алтенбельга. А в этом году 55 выпускников получили государственные гранты. Это победа наших учителей. Выигранные 15 миллионов пойдут на развитие школы. В этом году Республиканская конференция работников образования проходит в новом формате. Актюбе принимает 150 гостей со всей страны. Тема встречи – развитие потенциала сельских школ. Сегодня больше половины общеобразовательных школ в регионе малокомплектные и расположены в сельской местности. Их оснащению намерено уделить особое внимание. Два дня обсуждаются вопросы того, каким образом вводить цифровой компонент в развитие сельской школы. Какие методы преподавания на сегодняшний день самые приемлемые для малокомплектных школ. Почему? Потому что сократить разрыв между сельскими и городскими детьми мы можем только применяя современные новые технологии. И в этой связи Актюбинская область впереди. Я приехал из Айтикибийского района. 46 лет проработал в сфере образования. Был руководителем и хорошо знаю о проблемах сельских школ. Это нехватка кадров, слабый интернет, ремонт и укрепление материально-технической базы. Но сейчас есть положительные сдвиги в этом направлении. В новом учебном году свои двери распахнут 428 школ. На проведение капитального ремонта в 33 организациях образования из казны выделено около 5 миллиардов тенге. В регионе строятся 22 школы. Шесть из них планируется сдать в эксплуатацию до конца года. Для решения проблемы трехсменных, аварийных и перегруженных школ до 2025 года планируется строительство 44 новых школ. Больше 18 тысяч детей в этом году зачислены в первые классы. Всего по области работают 28 тысяч педагогов. На сегодня имеется 99 вакансий. 120 молодых специалистов поедут работать в районе по программе с дипломом в село. В целом на развитие сферы образования направят 5 миллиардов тенге. При этом 20 новых школ построят по единому стандарту в рамках национального проекта «Комфортная школа». Это будут ультрасовременные школы, одинаковые по дизайну и оснащенности как в городе, так и в сельской местности. Глава региона Ярлы Токжанов отметил о внедрении электронной системы назначения учителей и централизации государственных закупок в сфере образования. Централизация в таком формате даст возможность решить ряд ключевых вопросов. Мы знаем, что один и тот же товар в разных школах сегодня делаем закупок по разным ценам, что в принципе крайне, наверное, недопустимо. На развитие малокомплектных школ направят порядка 4 миллиардов тенге в рамках благотворительного проекта. Его цель – повышение качества образования и эффективности обучения через внедрение цифровых технологий в малокомплектных школах, укрепление материально-технической базы учебных заведений и профессиональное развитие педагогов. Пилотный проект будет внедрен в 134 малокомплектных школах региона и охватит 10,5 тысяч учащихся. Кроме того, учебные заведения получат обновленные цифровые кабинеты для онлайн-обучения, а также лаборатории для проведения научных экспериментов, а еще кабинеты по робототехнике. Лейла Уысова, Жумар Ходобергенов, телеканал ТТК-42, Октюбинская область. В Уральске состоялась августовская конференция. В ней приняли участие специалисты сферы образования со всей Западно-Казахстанской области. Учителя и руководство школ, эксперты в сфере образования, глава региона на ремонтуре Галиев и гости из других городов Казахстана. Какие вопросы и проблемы, требующие решения, обсудили в ходе конференции, расскажут наши корреспонденты. На сегодняшний день в Казахстане насчитывается 7756 школ, 772 колледжа и 1625 объектов дополнительного образования. Ежегодно в преддверии нового учебного года во всех городах республики проходит августовская конференция. Для педагогов мероприятие становится большой дискуссионной площадкой, где есть возможность узнать о достижениях коллег, обсудить самые актуальные проблемы образования. А их сегодня немало. Это недостаточное финансирование, низкая скорость интернета, большой объем заполнения документации и нехватка квалифицированных специалистов. Один из очень серьезных вопросов, который обсуждается на сегодняшней конференции, ежегодный, это вопрос кадрового резерва. Это традиционно сложный вопрос для системы образования, потому что исторически так сложилось, что менеджеры образования, директора, школы, заместители директоров не готовятся в вузах заранее. То есть, когда человек назначается на должность, он должен самостоятельно приобретать необходимые ему навыки. Конечно, есть система повышения квалификации для руководителя организации образования, но повышать квалификацию можно тогда, когда она есть как базовая. И вот сегодня Министерство образования решило, наконец, решить кардинальным образом этот вопрос, предложив масштабный, очень амбициозный, качественный проект по подготовке лидеров для образования в качестве кадрового резерва при назначении. В целом, казахстанское образование сегодня стало более качественным, утверждают специалисты. Если в 1998 году в рейтинге на международных предметных олимпиадах была на 50-м месте, то уже в 2022 году Казахстан занял 19-ю позицию среди 123 стран-участниц. Министерство «Алмарка-Паспаса» третий год уже проводит конкурс для учителей «Лидер ТОП-АйКю». Это в целях рекламы нашего продукции ТОП-АйКю, и чтобы внедрение учителей, чтобы учителей, педагоги узнали, что за платформа, преимущества платформы. И вот второй год как подряд учителя Западно-Казахстанской области становятся победителями. В этом году 18 победителей определились. Там школьники есть и педагоги есть. Им мы даем в рамках АУСовской конференции денежные сертификаты, ценные призы и цветы. Одной из основных проблем по-прежнему остается нехватка ученических мест. До конца текущего года в Казахстане введут в эксплуатацию 154 новые школы. Министерством принимаются меры по направлению на зарубежные стажировки по программе «Балашак». Туда направляет действующих, сильных и опытных руководителей организации образования. Также одной из основных задач ставится обеспечение безопасности в организациях образования. С этой целью все объекты образования подключат к Центрам оперативного управления органах внутренних дел. Школы должны быть обеспечены лицензионной охраной и оснащены тревожными кнопками. Марина Горбук, Олег Писаренко, Фрида Акатова, ТДК-42. Жители домов на пересечении улиц Гастелло и Механово в Уральске жалуются на постоянные аварии в их районе. Они требуют, чтобы на опасном участке установили светофор. Всего за 8 месяцев текущего года здесь произошло более 30 ДТП. А это, в свою очередь, может привести к непоправимым последствиям. Наш корреспондент с подробностями. Ночью темно. У водителя несутся на высоких скоростях. Нет светофора. Не раз были случаи, когда машины вследствие аварии залетали прямо в дома. Рассказывают жильцы частного сектора, расположенного на пересечении улиц Гастелло и Механово. Они просят ЖКХ установить светофор почти год, но пока безрезультатно. Посмотрите, все заросло. Дети пойдут в школу. Как? Что здесь будет твориться? Никого нет, ЖКХ нет. Они свое сделали. Вот, одностороннее движение, знак поставят, и все. А мы потом как здесь жить-то будем? Они сами сегодня в статье написали, что это аварийно-опасные участки. Почему нам светофоры? Почему нам не ставят камеры наблюдения? Вот в нашем районе ни одной камеры нет. В этом году уже за 30 аварий произошло. Так что хотим, чтобы у нас услышали, представьте, Акимата, также ЖКХ, чтобы поставили нам здесь светофор. Потому что здесь часть, вся проезжая, главная дорога. Шелуха сейчас перекрыта, так что все объезжают через нашу эту улицу. Также скоро начнется учебный период. Здесь детей очень много живут. На встречу с горожанами пришло руководство местного управления полиции, управления жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. По их словам, просьбы жителей находятся на стадии реализации. В связи с комплексным ремонтом дороги по улице Шелуха установка была временно отложена. Теперь в следующем месяце на этой улице установят светофоры и обновят освещение, пообещали представители компетентного органа. Мы его в план включили. В текущем году мы пока только два светофора поставили. Потом у нас идет по плану Корсити, Умит, Желающий Трассы и Гастелло-Механово. Мы дали вчера задание, дали задание вчера, я разговаривал, чтобы наши подрядчики привезли сюда опоры, пробурили, опору установили и начали уже устанавливать светофорные объекты. Мы собираемся Механово закрывать, Гастелло-Механово будем закрывать. Пока здесь блоками будет закрыто, транспорт уже здесь не будет мешать работать. То есть мы сможем подогнать машину и поставить. Воспользоваться этим моментом, мы хотим здесь опоры пока поставить и начать установить светофорные объекты. Так что в ближайшие дни у вас уже поставили. Жители также заняты борьбой с деревьями, которые не вырубались с начала лета и сорняками, разросшимися в большом количестве. Во время сильных ветров и дождей ветки деревьев повреждают электрические провода. Впоследствии отключается электричество. Новый учебный год начнется через несколько недель. Ради безопасности детей не следует затягивать с регулированием дорожного движения, говорят жители. Дана Керимбаева, Олег Писаренко, Фарида Акатова, телеканал ТДК-42. Три куста конопли изъяли полицейские у 38-летнего жителя района Батирек Западно-Казахстанской области. В ходе проведения ОПМ Карасура 2023 при проведении санкционированного обыска во дворе дома мужчины было обнаружено и изъято три куста растения рода конопли со следами возделывания и культивации. А также в гараже был обнаружен и изъят пакет с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения со специфическим запахом. В кухонной комнате были обнаружены и изъяты электронные весы. Изъятые вещества были направлены на экспертизу. По данному факту начато досудебное расследование по части 1 ст. 300 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Очередное незаконное игорное заведение выявлено в Семее. Департамент АФМ по области Абай пресек деятельность спортбар под видом букмекерской конторы. В рамках оперативно-профилактического мероприятия Стоп.Игра совместно с подразделением спецназначения Орлана регионального департамента полиции по двум адресам в городе Семее изъяты терминалы, принимающие купюры и выдающие наличные выигрыши, компьютеры, денежные средства и т.д. Теперь проводится досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса группы лиц по предварительному сговору. Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан не подлежит разглашению. Отметим. Согласно закону об игорном бизнесе следует, что кассы букмекерских контор и тотализаторов, принимающие и выдающие наличные средства, подлежат размещению исключительно на побережье Капшагайского водохранилища Алматинской области и в курортной зоне Боровое Акмолинской области. Агентство по финансовому мониторингу продолжит работу по защите граждан от патологической зависимости от азартных игр лудомании. В Уральске ведется активная работа с молодежью с целью формирования мировоззрения против коррупции. Управление внутренней политики совместно с Департаментом антикоррупционной службы и волонтерами проводит ряд акций, направленных на воспитание духа и становление характера подрастающего поколения. К примеру, в августе месяце представители общественной организации «Осара Урал» провели ряд работ, в том числе размещение в общественном транспорте города плакаты с стихотворениями и крылатыми фразами великих казахских поэтов. Они проводят такую работу. У нас есть слова наших известных людей, которые еще давно говорили быть честным, порядочным, быть законом, чтобы законы всегда стояли выше. Это наш Аббан Кунанбаев, Жанбал Жабаев, Хмель Турсынов, Шохан Валихан. Вот эти его слова, они доводят сейчас через волонтеров, через неправительственные организации, через общественные средства массовой информации до наших сердец, именно вовлекая в эту работу именно молодежь. Беременность – серьезное испытание для организма будущей мамы, а потому к данному процессу врачи поликлиники номер один рекомендуют готовиться заранее. По их словам, в Западно-Казахстанской области стали меньше рожать детей. Что служит причиной спада рождаемости в регионе, расскажет наш корреспондент. Маржан Колькин-Чегалеева – мать троих детей. Сейчас женщина ждет еще одного малыша. Она рассказывает, что это желанная беременность, которая планировалась заранее. Сейчас я на 25-й неделе беременности. Врачи в поликлинике хорошие, оказывают всю необходимую помощь и консультацию. Я – мама троих детей, двое сыновей и одна дочка. В городской поликлинике номер один представляются все услуги для будущих родителей. На сегодняшний день в медицинском учреждении на учете с беременностью состоят 435 женщин. И только 30% из них планировали беременность заранее. Это очень низкий показатель. Незапланированная беременность может привести к смерти матери или ребенка, а также недоношенности младенца. По словам врачей, после пандемии коронавируса таких случаев стало больше. И семейные пары стали относиться к беременности небрежно. В женском кабинете в поликлинике номер один проводятся все виды консультации. А вот, в основном, распространение из ГМАЗа. Беременность важно планировать до ее наступления, чтобы исключить все риски и опасности. Тем самым повысив шансы на зачатие, развитие и рождение здорового ребенка. В среднем в Запад-Казахстанской области в год рождается более 5000 малышей. В период ковид за год рождалось более 7000 младенцев. А после этого их число упало до 6000. Врачи говорят, что планировать беременность необходимо, потому что в организме людей идет процесс полного восстановления после коронавируса. На сегодняшний день видим 70% незапланированной беременности. Осложняет ситуацию то, что женщины с рубцом на матке, на сегодняшний день идут женщины с тремя-четырьмя рубцами на матке. Это осложнение, очень высокие осложнения. На сегодняшний день за 23-й год у нас основное осложнение с рубцом на матке, это является приращение, предлежание плаценты, когда приходится идти на объемные операции, вплоть до удаления матки. Также мы видим, что у нас на сегодняшний день 24% преждевременных родов. Это те же самые преждевременные роды приводят к тому, что дети недоношенными рождаются. В целом в Запад-Казахстанской области стали меньше рожать. Если за 6 месяцев 2023 года родились около 6000 малышей, то за этот же период в 2022 году родилось на 400 человек больше. А вот три года назад рожали на 1300 младенцев больше. Нужно отметить, наблюдается довольно существенный спад. Возможно, отчасти это можно объяснить демографическими факторами. Но все же думается, что главная причина лежит в социально-экономической плоскости. Жизнь дорожает, и уральцы вынуждены более ответственно подходить к вопросу планирования семьи. Дана Керимбаева, Айбула Джагапара, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Тенго Кейзет. Оформим микрокредит до 170 тысяч тенге наличными до 25 дней за 170 тенге в день. По адресу улица Курмангазы 167, улица Курмангазы 80, микрорайон Северо-Восток 47, торговый дом Астана, поселок Зачиганск, улица Жангирхана 18, дробь 2. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин